Здравствуйте! В эфире программа «Будь умней». В Оренбургской области участились случаи мошенничества. В этом году на удочку аферистов уже попались почти полторы тысячи человек. Причем жертвами злоумышленников становятся как пенсионеры, так и молодежь. Способы обмана самые разные – от интернет-мошенничества до телефонного вымогательства. Сегодня раскроем самые распространенные сценарии, по которым обычно действуют аферисты. Я думала, сын. Мам, пожалуйста, помоги, сколько можешь, говорит. Неохота ведь в тюрьму сесть, говорит. Я тут расплакалась. Самая распространенная схема, о которой регулярно говорят в новостях, но на которую регулярно попадаются оренбуржцы. Неизвестный по телефону представляется сотрудником полиции, говорит, что ваш близкий родственник попал, к примеру, в аварию, и чтобы избежать тюремного заключения, срочно требуется выкуп. Надо бы, говорит, выкупать, говорит. Я говорю, а сколько вы говорите? 200 тысяч, говорит. Мошенники давят именно на срочности, не дают своим жертвам время подумать. А жертвы, поддавшись эмоциям, готовы выложить все до последней копейки. Способы разные. То есть могут на счет попросить перевести на телефонный, на банковский счет, на счет, например, Киви-кошелька, на счет Яндекс.Деньги в интернете, без разницы. Иногда передают просто через таксиста. Таксист, естественно, не в курсе, что это мошенничество. Совет первый. Позвоните своему якобы попавшему в беду родственнику и убедитесь, что с ним все в порядке. Не называйте мошенником имен и адресов. Не принимайте поспешных решений. Сперва с кем-нибудь посоветуйтесь. Другой распространенный способ обмана при помощи интернет-объявлений. Мошенники используют приманку. На популярных сайтах предлагают товар, стоимость которого гораздо ниже рыночной. Водушевленный покупатель ведется. И здесь опять же срабатывает магия срочности. Покупатель звонит по объявлению. Мошенник его дополнительно мотивирует. Например, говорит, вот уже есть покупатель, он ко мне едет. Если вы вперед приедете, переведете задаты к мне, или даже очень часто наглые такие, да, попадаются всю сумму. Если вы мне переведете сейчас, то товар будет ваш. И все потерпевший, радостный, бежит бегом быстрее к банкомату, только чтобы перевести поскорее деньги мошеннику. Таким нехитрым образом один оренбуржец перевел 500 тысяч рублей за мифический Порш. Кстати, жертвами мошенников становятся не только покупатели, но и продавцы. Часто преступники звонят по объявлению, интересуются товаром, а после предлагают перевести деньги на карту. Говорит, давайте я вам сейчас переведу деньги, и вот завтра там приеду, заберу товар. И просто-напросто опять-таки выведывает номер карты продавца и с обратной стороны защитный код. Либо пин-код карты, либо и то, и другое. Соответственно, эти данные позволяют мошенникам легко оперировать карты потерпевшего. Совет второй. Не отдавайте деньги, пока не посмотрите товар. Не называйте незнакомцем защитный код карты, тем более пин-код. Если вы что-то продаете, на всякий случай заведите карту с нулевым балансом. Ее номер вы сможете спокойно продиктовать покупателю. Еще одну легенду мошенники используют в социальных сетях. Добавляются в популярные и проверенные группы по продаже товаров и начинают переписку с посетителями. Рекомендуют, опять же отвлекают. А как вы думаете, этот размер вам бы подошел. Называют в переписке номер счета, номер карты, любой удобный для них способ получения денег. И потерпевший переводит туда деньги. Совет третий. Будьте внимательны при заказе товара. Уточните у официального представителя, каким образом совершается покупка. Если это сделать невозможно или вы сомневаетесь, лучше откажитесь от сделки. В хит-параде самых популярных обманов легенда о заблокированной карте. В этом случае мошенник по телефону представляется работником банка. Говорит, ваша карта заблокирована. Чтобы ее разблокировать, нужно произвести те-то те-то операции. И указывает потерпевшему, например, пойти в банкомат, сперва отвлекающие какие-то операции ряд провести. А потом уже непосредственно, незаметно для потерпевшего, буквально заставляет его перевести деньги на какой-то счет. Совет четвертый. Позвоните в ваш банк по официальному номеру и проверьте информацию. Не называйте незнакомцем номер и код карты. Нередко оренбуржцы становятся жертвами квартирных мошенников. Аферисты, как правило, снимают квартиру на сутки, а после, в течение дня, пересдают ее. Квартира потенциальных клиентов устраивает. Жертва расплачивается, отдает мошенникам деньги. Договаривается, что въезжает завтра и уходит. И такую схему мошенник может провернуть несколько раз за день. Квартиросъемщики только спустя сутки понимают, что их обманули. Совет пятый. Попросите владельца квартиры показать паспорт, не ксерокопию, и документы на жилье. Убедитесь, что этот человек действительно является собственником. Требуется персональный водитель. Кажется, была указана марка автомобиля и заработная плата 45 тысяч. Другая популярная схема. Авторы лжи объявлений представляются начальниками городского финн-отдела, приглашают на собеседование и даже дают первое задание. Две бутылки Хеннесси должно было быть и бутылка виски, и коробка конфет, соответственно. Чтобы как бы втереться в доверие. А еще пополнить счет. Алексей так и сделал. Перечислил 10 тысяч рублей и с бутылкой виски помчался в администрацию. Но стать своим в мэрии не пришлось. Чиновника с искомой фамилией не оказалось, а номер телефона аферисты отключили. И вот вам вывод. Будьте осторожны. Слишком заманчивое предложение может оказаться сыром из мышеловки. Итак, помните, никакой срочности даже, казалось бы, в экстренных ситуациях быть не может. Всегда есть 5-10 минут, чтобы проверить информацию и с кем-нибудь посоветоваться. Будьте умнее, не попадайте на уловки мошенников. Продолжение следует...